привет мои добрые хорошие с вами наталья бельгия давно не виделись но вот наконец наконец-то сегодня впечатление дня про узнать сознание уже готовы почти баиньки поэтому родилась у меня вот так вот быстренько не подготовлена нет в порядке вещей последнее время поэтому не буду на оправдываться вот быстренько расскажу просто открытие сегодняшние про то как бывает все таки узы сознания с одной стороны ты много читаешь развиваются лекции слушаешь работаешь над характером над своим да все что то делаешь но встречается ситуация какая-то дарка вообще по мелочи как-то бытовая ситуация ты понимаешь насколько узко твое сознание это вообще конечно уже едина на она года два наверное или три назад я проходила курс тут по юридический да по очищению тела да и а там ну очень рекомендуется но в основном она очень часто встречается такое блюдо как кичери она основным ингредиентом которого является точенька проснулась в общем основные ингредиенты являются бобы маш называются они вот и диски и я их вообще нигде не встречала с того момента ну и те то соответственно полгода назад может быть чуть-чуть побольше я встретила видео ольги валяевой по поводу того как она готовит кичи и самое интересное что они как раз были в бельгии в этот момент я и написала в инстаграме но спросила где купить этот этот самый мажь то и она но ответить но получила я ответ что искать нужно в индийских магазинах здесь у нас бельгии вот где у нас индийский магазин естественно я не знал я не знала и единственный диск индийский магазин который я знал это бутик в радхадеша вот святое место куда но все съезжаются ващнавы кришнаиды да вот святое место короче говоря храм то и там есть бутик но мы были там несколько раз я не помню видела ли я вообще что-то там из еды потому что там сном сувениры платья одежда вот ну так и музыкальные инструменты и сегодня почему-то именно сегодня не что посмотреть еще полгода назад именно сегодня у меня опять мысль вот это вот пришла но информация о том что нужно бы почиститься вот этот вот опять это блюдо кичири я уже хотела его делать с обычными бабами вот но сегодня воскресенье и ну такой день хороший обещали дождь но дождя не было и я подумала почему бы нам не съездить в радхадеш и заехать в этот бутик как раз ну и спросить если у них эти бабы вот муж согласился уже ехать сказал поедем убит и посмотри на всякий случай на но в интернете на сайте у них или что там у них открыты ли я посмотрела на их сайте у них сайт сейчас новый кстати на город хадеш и ну такой довольно таки продвинутый стал более интересный и там даже у них даже есть оказывается веб-шоп можно в интернете заказывать и мы решили поискать этот продукт в этом интернет-магазине в их там конечно же ничего из еды нет но я все равно решила поехать потому что ну может быть на месте вдруг что-то есть и муж не тут в этот момент говорит а почему ты не наберешь в гугле индийские магазины в бельгии наверняка даст как и что-то какой-то поиск даст какой-то результат мы да и почему это я не думалось об этом сделать два года назад этот запрос и после того как мы сделали запрос невероятное количество выпало индийских магазинов вообще просто невероятно огромное количество магазинов открытых причем воскресенье вот и самое смешное что мы увидели один который находится в мастрихте в голландии куда мы есть вообще постоянно мы два раза на этой неделе были 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 там именно вот в том месте в центре вот в этом вот у нас парку мы паркуемся обычно ну обычно там то есть мы и других местах бывает вот обычного там парковка и на на но над этой парковках как раз этот магазин представляете мы там мы никогда туда не ходили потому что он выглядит как но азиатский ну мы не очень азиатскую кухню и мы там были один раз я помню мы встречались с лены бельгийской шоколадкой здесь много лет назад и уж не помню сколько лет прошло лет пять наверное как минимум как минимум 45 потому что то есть ушки еще не было даже в новом задумках и мы встречались с лены там первый раз но живем и мы были в этом магазине и мы тогда что-то покупали по моему с ней гуляли вот ухохочешься короче говоря и мы значит сегодня приехали туда и там купили и типа бы снять вот два года вот два года вертеть мысль и ну не подумав о том вертеть мысль до хотеть чего-то не найти нигде потому что я искала и нигде не могла найти бельгийских магазинах я во всех местах искала этих в арабских магазинах тоже мы часто бывали я тоже все это искала в этих в биомагазинах тоже ни разу мы нигде не встречали этот мунгдал он называется и представляете все это время вот все вот это вот время тбп не прям лежали на поверхность только руку протяни ста метрах вот так вот так вот я не знаю может быть время пришло до открыться глазам вот может от того что я практики начала делать делать родовые практики начала делать кстати да вот по роду ну там еще другие тоже и вот расширяется сознание ты получаешь желаемое которое и так уже на поверхности вот она уже вот только протяни руку и возьми просто мы этого не видим всего вот поэтому расширяйте свое сознание не останавливать не останавливать и в зоне своей комфорта своего комфорта раскрывайте банальные вещи кифарину все равно скажу потому что ну вот прям вот только-только озарение очередной я пусть сознание ваше расширяется постоянно но самое главное если даже с узким сознанием тоже хорошо существовать тоже ничего плохого в этом нет за некомфорта самое это главное пожалуйста будьте всегда счастливы пока ну вот опять вручную включила автоматически выключаю вручную